Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала, наверное, самая грандиозная посылка, во всяком случае, по размеру. Внутри находится LCD-телевизор от Xiaomi. Модель 40 дюймов. Покупал я эту коробку с телевизором у известного продавца Dreamy, Гонконг. Итак, стоимость данной коробки, данного телевизора, 299 долларов, 99 центов. Обычно он стоит 350, но в данный момент у продавца скидка 50 долларов, и поэтому за 300 долларов можно приобрести с учетом доставки, поскольку данные телевизоры у продавца находятся на складе в Москве. То есть, никакой таможни, все доставляется перевозчикам Pony Express. Это экспресс-доставка. И лично мне этот телевизор пришел после заказа всего лишь через 2 дня. Так, ну сейчас я хочу показать все... Со всех сторон углы. Как хорошо продавец упаковал. С этой стороны. Все в скотче по периметру. Здесь инфа о самой посылке. Вот, ну что ж, давайте перейдем к вскрытию, поскольку внешне коробка выглядит очень хорошо. Так, давайте я буду нащупывать... Где можно... Где можно... Ты, как раз... Где можно набить? Почему ж? Сама коробка картонная упакована также в свою пленку. Запечатана скотчиками. И, естественно, когда заказываешь такую крупную вещь, как телевизор, все, наверное, покупатели волнуются, но данный продавец реально надежен, поскольку я заказывал у него уже неоднократно смартфоны и всегда все приходило в лучшем виде. Поэтому, в общем-то, доверие у меня лично к этому продавцу высокое, поэтому я решился на такую крупногабаритную покупку. Так, и вот самое интересное. Заглянем, что внутри. Нож уже вряд ли понадобится. Так, ну вот так вот сверху можно заглянуть, что находится. Здесь вот такая коробочка. Внутри находится отвертка для установки вот этих ножек, на которых телевизор стоит. Вот одна ножка, и здесь вторая, правая. Переходнички для коаксиального кабеля, для того, чтобы антенну подключать. Так, и какие-то, видимо, ну да, винтики здесь в упаковке. И также здесь же в коробочке находится Bluetooth. Пультик очень стильный, очень симпатичный. Вот такой, с логотипом Mi. Он блютузный, то есть его не обязательно направлять напрямую на сам телевизор, как мы к этому привыкли, с обычными. Так, не буду далеко его убирать. На стороночку отложу. Так. Так. Извлеку. Ножки так же в сторону. Верхний пенокласт. Сам телевизор в пакете. И на пакете находятся две ручки. Такие. За эти ручки можно его аккуратно вытаскивать. вот таким образом. статическое электричество. Так. Внутри силикагель находится. Внутри силикагель находится. Внутри силикагель находится. Какая-то инструкция прилагается. Объясняется, что к чему, где какие выходы, как закреплять ножки. Внутри силикагель находится. Изъянов никаких я не вижу. Сзади утолщение на задней стенке. Кабель питания приклеен. Стикер с циферкой 3. Не знаю, что это обозначает. Сейчас поверну задняя стенка. Кабель питания. Так, и что мы видим из выходов здесь? USB 3.0, USB 2.0, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. Компьютерный VGA-выход, AV-выходы, тюльпанчики, правый канал, левый канал и видео. Сетевой Ethernet-вход, аудио выход, это джек 3.5 мм и выход под антенну. Соответственно, вот эти переходники, которые здесь шли в комплекте, их можно здесь как раз вот так задействовать. То есть, если у вас антенна подключается более удобно вот этой стороной, то можете вот такой переходник использовать. Это, кстати, неплохо, весьма. Так, это мы беру в сторону. Так, что еще можно здесь посмотреть? Вот так вот этот шильдик. Made in China. Mi-TV, серийные номера. В общем, все как положено. Так, ну что ж, давайте попробую я его включить, наверное. Так, сейчас я подключу кабель. Без подставки несколько неудобно, но пока попробую так его запитать. Здесь вытаскивается пленочка предохранительная вот эта. И вот мы видим логотип. Под логотипом появилась индикация и телевизор включается. Hi Mi-TV. Предлагает сразу подключиться к Wi-Fi. Сети. Так, сейчас я введу свой пароль. Вместе. Не, не, не. Не, 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 не. Не. Не, не, не. Но, не, не. Так, пароль введем. Все на корейском изначально, я подготовил флешку, такую, для того чтобы перевести телевизор на английский язык, вот мы видим менюшку, настройки. Культ реально удобный, то есть можно его направлять в другую сторону, вот видите я направил на камеру, в обратную сторону, и он все равно, в общем-то, перемещает, видите, курсор перемещается, то есть ему без разницы, по Bluetooth-каналу он подключился к телевизору, и в общем-то, не важно куда вы направляете. Так, ну сейчас я хочу, наверное, попробовать подключить какую-то флешку, просто с каким-то видео, наверное, просто запустить какое-то видео. Поехали. видел тут то есть он даже тут видит сетевые ресурсы вот это вот и station это сетевой диск ну поскольку мы к вай фай роутеру подключены поэтому в общем то можно что-то с сетевого диска воспроизвести так единственно нет у меня никаких особых больших блюреев на сетевом диске но вот какая какая-то серия игр престолов всем известный фильм вроде бы 1080p перемотка по 10 секунд когда вы нажимаете вот на на колесики по 10 секунд идет перемотка довольно удобно изображение хорошее темные сцены последний сезон да все сцены темные очень когда удерживаешь клавишу вправо то перемотка идет очень быстро не по 10 секунд он сразу то есть можно переместиться на любой на любую часть фильма работает шикарно то есть можно сказать plug and play то есть подключились к вай фай сети у меня к роутеру подключен на жесткий диск соответственно все фильмы которые на жестком диске можно сразу же запускать так сейчас посмотрим что может может быть есть еще у меня что-то 1080 так но 720p только так это подключение компьютеру но там запрашивает пароль какой-то поэтому вернемся к сетевому диску в принципе как видите интуитивно даже на корейском языке то есть какие-то основные моменты они ясны и просто по картинкам иконки имеют видимый какой-то смысл по картинке ясно многое капитан америка а и и и и Продолжение следует... В общем, показывает отлично. Не самые лучшие рипы у меня скачены. То есть надо было подготовиться к какой-то демонстрации, Full HD скачать. Но вот, к сожалению, я в данный момент ничего такого не имею. На сетевом диске. Но изображение... Хороший Full HD экран. Матрица, насколько я знаю, здесь Sharp. Что не придет впротив. Хочешь беречь покой мир? Громкость регулируется также пультом. Так, а вот эта кнопочка с тремя полосками. А, это какие-то... А, настройки видео. Так, ну это мы пока не будем. Так, и домик это, соответственно, Home. Изначально возвращает в самое начало. Так, ну давайте еще попробуем, возможно, еще один тест небольшой. Сейчас я подключу. Коаксиальный кабель. И попробую настроить ТВ-каналы. Насколько я знаю, у этого телевизора аналоговый тюнер не очень хорош. Поэтому, скорее всего, результат будет не очень хорош. Так, да или нет. Наверное, вот эту клавишу. Надо нажать. Да, ну все на корейском, конечно, настроить каналы будет довольно сложно. А, вот, по-моему, пошла настройка, если они... Да, вот пошла настройка каналов. Пошло сканирование. Какой-то один он канал нашел уже. Внизу я вижу здесь... Это прогресс сканирования частот. Судя по логотипу, это первый канал. Ну, действительно, с такой... В любом случае, на этом превьюшке такая рябь довольно ощутимая. Поэтому на этом телевизоре лучше ориентироваться на IP-телевидение. То есть на каналы через интернет. Поскольку качество аналогового тюнера здесь неважное. То есть на таком телевизоре нужно смотреть цифровой контент, конечно. А не аналоговый. Так, ну это достаточно длительный, наверное, период. Потому что, видите, прошло всего немного времени. Сейчас я остановлю видео и включу его. Когда настроятся все каналы, их можно будет переключать один за одним уже в настроенном виде. А пока пауза. Итак, настроились все каналы. В принципе, изображение не идеальное. Ну, на аналоговом телевидении идеальное изображение ожидать и не стоит. Вот я переключаю каналы. Переключаются они достаточно быстро. Зависаний никаких я не заметил. То есть на моем старом телевизоре LG на плазменном переключались с той же скоростью. Это обычная, обычная подключена антенна. Точнее, не антенна, а кабель онлайн. Стандартная. То, что приходит ко всем в квартиру в Москве. Ну, вот Discovery довольно-таки неплохое изображение, я вижу. Вполне сносно показывает. Так, теперь я хочу попробовать сделать настройку английского языка в меню. Поэтому вернемся в меню Home. Теперь, чтобы в кадре был виден пульт. Я, наверное, вот так сделаю. И одновременно, чтобы был виден и экран, что происходит на экране. Итак, я нажимаю клавишу вверх на кругляше. И нажимаю, ну тут возможность выбора, навожу на USB и нажимаю на центральную клавишу ОК. Загружаются, соответственно, подключенные флешки. Вот, загрузка произошла. И вот на этой флешке, Transcend 32, у меня лежат, соответственно, нужный файл. Так, он называется, вот так, Dunk Bay. Наводим на него. Нажмем на центральную клавишу, на ОК. Но поставить сразу же его будет невозможно, поскольку запрещена установка приложений из неизвестных источников. Поэтому нам нужно будет включить разрешение установки из неизвестных источников. Нажимаем на ОК, на левую пиктограмму выбора. Так, или... Так, сейчас что-то не получается. Так, возможно, не на левую, а на правую нужно. Так, снова пробуем. Да, то есть на левую необходимо подтвердить выбор. Так, здесь в открывшемся окне мы нажимаем сразу на на ОК. и выбираем верхний иероглиф. Так, поставили галочку. Это как раз разрешение установки из неизвестных источников. Так, после этого выбираем вот эту кнопку слева нажимаем на ОК. И возвращаемся клавишей назад в список файлов. и снова нажимаем ОК для установки. Сейчас установка должна произойти. Здесь мы выбираем кнопку справа, которая сразу подсвечена у нас изначально. и пошла у нас установка приложения вот этого Донгбэй. Все, галочка мы видим. Установка завершена. Так, затем выбираем из двух кнопок из этих та, что справа по умолчанию у нас. И это приложение вот оно запущено. Так, что тут предлагают видимо обновиться. Судя по всему я нажал кнопочку назад чтобы исчезла менюшка. нажал на клавишу вниз на колесике. Перешел вот сюда. И нужно домотать до шестеренки. И выбрать шестеренку. здесь нужно войти опять же в настройки. Вот здесь в шестеренку в самом низу. Вот по центру она находится. Выбрали. это стандартное вы видите похоже на любой андроид. Меню только все на корейском. И под тут два символа. Тут место положения вот такая такой вот символ. И внизу находится характерный значок с с замочком. И внизу в квадратике буковка А. Это как раз выбор языка. Заходим в пиктограмму с буковкой А. Так. И здесь мы так. Теперь мы заходим в самый верхний пункт в который вот как только вы вошли сюда нажав я сейчас вернулся на экран назад под замочком буковка А. Зашли в пункт с буковкой А. И самый верхний пункт это выбор языка. Нажимаем снова на центральную клавишу и вот здесь список языков. Или ставим вниз. вот English. English United States. Лучше выбрать. все все перевелось у нас на английский язык. Теперь мы делаем назад выходим отсюда. нажимаем на клавишу Home. И вот такой выбор. Здесь Dunk Bay или робот зеленый. Выбираем соответственно робота. Вот и мы попадаем в первоначальное меню. Можно поближе. чтобы все были надписи видны. Вот эти. Вот вы видите Settings. Wireless Display. Video Player. Браузер. И установилось вот это приложение Dong Bay. Оно только с иероглифами. Здесь же везде мы видим английский шрифт. Ну здесь по-моему так зайдем в настройки. А вот здесь все на английском было все на корейском. Вот видите параметр Display. Bottom. Setup. Sound. Speaker. Все мы видим на английском языке. Все теперь гораздо понятнее. параметров дисплея. Контрастность. Яркость. Все можно настроить. Или вернуться к заводским настройкам. Видите какая заставка симпатичная в меню настройки дисплеев. Спикеры используют либо наружные либо встроенные в телевизор или родной саундбар и сабвуфер. У меня нет саундбара. Есть наружные колонки. Но пока я оставлю ТВ спикера до подключения его к ресиверу телевизору. Так здесь устройство и блютуз. Можно подключить блютуз геймпад сюда. В частности от сяоми есть геймпад порядка 20 долларов с небольшим он стоит. Можно подключать его сюда. Управление блютуз устройствами. Это Wi-Fi к которому мы уже подключены. Аккаунт и безопасность. В общем все приятно. Все на английском языке. основные настройки. настройки. имя устройства. Так пользоваться гораздо удобнее. видео плеер. Здесь он видимо все что доступно по сети все он показывает. здесь. В дальнейшем предстоит мне настроить youtube. установить установить его также с usb диска чтобы корректно работал youtube. дл 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 девайса. он видит устройство. это жесткий диск который подключен к роутеру и компьютер который в данный момент работает. также подключен к домашней сети. USB флешка с которой мы установили файл для русификации. можно добавить новое устройство. зайдем также в браузер посмотрим как это выглядит. открывается google. а единственное что я не сделал это там нужно было с клавиатурой еще поработать чтобы клавиатура была не на корейском языке. видите открывается корейская клавиатура. поэтому вернемся клавишей home здесь можно запомнить выбор наверное поставить галочку и выбрать робота зеленого чтобы по умолчанию выходило в первоначальное меню. телевидение вернемся к каналу телевидения. в общем вот такая первоначальная настройка телевидения. установка английского языка в меню прошла достаточно просто и успешно. еще раз хочу сказать что данный телевизор я приобрел за 299 долларов 99 центов в магазине дремя то есть я считаю что это отличная ой уронил пультик это отличная покупка поскольку приличные телевизоры аналогичной диагонали 40 дюймовые стоят ощутимо больше 20000 то есть самсунг я вот смотрел в рублях стоит 24000 и и больше то есть ничего похожего с хорошей матрицей за такие деньги приобрести невозможно так что переходите по ссылке непременно внизу под видео пока акция у этого продавца действует продавец надежный доставка очень быстрая как вы могли слышать то есть в четверг я заказал вечером этот телевизор и уже в субботу днем он был у меня дома два часа я его подержал в коробке чтобы с мороза он немножечко остыл и вот видите он уже работает спасибо большое за просмотр данного видео и небольшой инструкции по переводу на английский язык меню с корейского языка если вам нравится смотреть разные распаковки совершенно разных товаров из Китая то вверху вот прямо здесь можете подписаться на мой канал всем большое спасибо за внимание всем пока